Почему бы в Трехгорном не создать сообщество многодетных семей? Такое предложение было озвучено во Дворце культуры ИКАР, где за чашкой чая собрались глава города Евгений Сычев, представители социальной защиты населения и мамы, воспитывающие трех и более детей. Мы сегодня хотим с вами поделиться о наших впечатлениях, которые у нас остались после посещения школы многодетных мам в ОСАТОМ. В начале марта в Заречном открылась первая в России школа многодетных мам. Участницами форума стали более ста многодетных мам из 12 регионов страны. В рамках этого мероприятия состоялся круглый стол, где обсудили вопросы, состоящие перед многодетными семьями и поддержали инициативу закона о многодетности. Также рассматривались технологии добрых дел, например, найти себе друга или ларец для мамы. О чем мы сейчас говорим? Мы говорим о том, что проблема, например, обмена вещами или игрушками, когда у вас много детей и вся квартира завалена игрушками, или не знаете, куда это девать, а в других семьях просто нет. То есть это просто реализуется в рамках проекта. Одни дети дали какие-то игрушки другим. То есть достаточно полезная практика. Участники форума в Заречном отметили, что положительный опыт Пензенской области по работе с многодетными семьями должен распространяться на все регионы страны. Мы хотим с вами обсудить то, что мы вам рассказали, и, конечно, добавить что-то новое. Для чего? Для того, чтобы мы на уровне города поняли, нужно ли нам с вами организовать что-то подобное, типа общественной организации, мам, многодетных мам, просто родителей, для того, чтобы мы могли с вами вместе решать проблемы теми путями, которые современные, которые не требуют больших затрат, но которые сделают нашу жизнь комфортнее. И Евгений Леонидович, он тоже, как со стороны администрации, к этому обсуждению мы его привлекаем, для того, чтобы он это тоже услышал, и хотелось бы, конечно, чтобы поддержал наше начинание. Это очень здорово, что вы с такой инициативой вышли. И действительно, есть, по сути дела, это такая первая инициативная группа, я думаю, что с которой вот это ваше, назовем, движение и начнется. Это очень здорово, что есть такая категория, что многодетные мамы, это очень здорово. Я сам вырос в большой семье, и у меня семья тоже как бы трое детей, поэтому я понимаю все изнутри и знаю, что это такое. И, конечно, на своем уровне я считаю, что мы в городе это направление должны поддерживать. Вообще, я хочу сказать, что вы будете, вот если взяться и те направления, которые вы хотите развивать, вы будете основной движущей силой развития нашего городского сообщества, потому что все общение, вся инициатива и все, так сказать, то, что вы предлагаете, вы это все сможете реализовать. Главное, что здесь должна быть поддержка, поддержка в семье второй половины, потому что вам придется отвлекаться маленько. Ну и самое главное, чтобы поддержка была руководителей тех предприятий, учреждения, где вы работаете. Ну и самое главное, конечно, чтобы это в городе тоже было. Такую поддержку мы вам гарантируем. Я очень часто слышу, да мы все это слышим, это нам режет ухо, очень часто говорят по средствам массовой информации, семья неблагополучная, многодетная. Вот многодетность как-то привязалась каким-то образом к какому-то неблагополучию. Почему, вот это непонятно. Многодетная семья – это просто семья, где много детей. Они социально неблагополучные, находящиеся в какой-то трудной жизненной ситуации. Мы счастливы, мы довольны, мы работаем, мы несем позитивное, мы вообще никак не связаны с ни с каким социальным неблагополучием. Вот хотелось бы имидж многодетной семьи повернуть на 180 градусов, то есть чтобы увидели вот люди, что многодетная семья – это в первую очередь счастливая семья. Семья, в которой рождаются дети, наше будущее. И что отношение к детям – это не та вот волна, которая сейчас, ну может быть, даже им одна, что дети – это одна проблема. Нет, дети – это не проблема, дети – это счастье, дети – это наша жизнь. Присутствующие на встрече в Икаре многодетные мамы с удовольствием поддержали предложение о создании в Трегорном такого сообщества. Здесь я считаю, что мы можем, опираясь на опыт друг друга, мы можем также воспитывать детей, где-то советом, где-то помогать, правильно? Я такая же многодетная мама, да, у меня тоже есть дети, и меня очень много, да, интересует вопросов. Это не касается психологического, это просто жизненный опыт мужа, да. Где бы мы, у нас будет место, да, где мы будем встречаться. В принципе, из-за проблем. В принципе, среди этих мам достаточно много специалистов, которые, то есть могут не просто как мамы, да, психологи, педагоги, логопеды, да. Есть такие же? Да, конечно. Да, есть, конечно. И это вот то, что у нас собрали, нас по сути здесь, да, ну 10 человек, грубо говоря. А ведь таких, как мы, много очень. Мы расширяем общение, да, и здесь же не обязательно какие-то проблемы, может быть, и приятные мелочи какие-то. Те же самые. По возрасту можно собрать группы, где ребятишки одного возраста, грубо говоря, вот маленький год, полтора, вот такие, собирать детские дни рождения, детские праздники. Дети тоже между собой будут учиться. Опять же, они будут привыкать к обществу, и в садик они проще пойдут. По итогам этого мероприятия организаторы и участники договорились о первой встрече через неделю, где обсудят основные направления работы сообщества многодетных семей в Трехгорном.